Всем привет, вы на канале Суперкит. В одном из видео, правда уже достаточно давно, этот комп уже был. Тогда ему давали вторую жизнь посредством стандартных улучшений, с помощью добавления АЗУ, установки SSD и замены винта на более современный, емкий и беспроблемный. Сейчас проблема этого компьютера заключается в том, что он не включается. Ну, точнее, вентиляторы крутятся, но ничего не происходит. Также есть дежурное питание, о чем свидетельствует светодиод. У меня нет посткарты, так как я не занимаюсь по жизни ремонтами компов и тем более не делаю это за деньги на регулярной основе, но попросили разобраться и я не стал отказывать. Как и сказал, посткарты нет, но нужно как-то вопрос решить и тут ничего больше не сделать, кроме банального перебора всего, что можно. На что можно подумать? Решил начать с переустановки плана КАЗУ в другие слоты, но это результата не дало. После этого сбросил настройки биоса и даже попробовал установить другую батарейку. Это также не сдвинуло в получении нужного исхода. Насторожило и то, что нет никаких звуков из системного динамика, поэтому решил искусственно создать проблему и посмотреть на реакцию. Для этого нужно включить компьютер без какого-либо из ключевых комплектующих. Но ни отключение питания процессору, ни съем обеих планок памяти не заставили компьютер как-то реагировать на вызванные ошибки звуковым сигналом. Появились первые предположения о проблемах с системной платой. Тем не менее, измерил напряжение 5,12 вольт. Вдруг плате недостаточно напряжения включиться. Но никаких подозрений напряжения не вызвало, несмотря на то, что этот комп был куплен еще где-то в 2010 году. Блок питания выдает то, что нужно. Попробовал включить с моей видеокартой, а не с той, которая здесь была. Но это также не открыло ничего нового. Мне как бы почти понятно и так, что проблема уже точно с системной платой. Но будет неловко, если после меня выяснится, что я чего-то простого не заметил. Поэтому, так чтобы и наверняка, установил видеокарту в другой слот PCI-Express. А конкретнее в PCI-Express X1 с помощью райзера. Опять тишина. Решил копать в сторону биоса. Кстати, если включить без этой микросхемы, то своего рода реакция есть. Она не звуковая, но вентилятор крутится как бешеный. Явно очень заметно, что вращается быстрее, чем с установленной микросхемой. Благо, у меня после модификации биоса, для которой я на всякий случай купил себе прозапас, осталось несколько микросхем. Они, конечно, по емкости в 8 раз больше, но больше это не меньше. Поэтому записал необходимый биос сюда. Программатор, который также приобретался для модификации, все идеально определяет. Сам биос без проблем шьется и на более емкую микросхему. Никаких ошибок во время записи не выявлено. Но по итогу в данном случае и это результат не дало. Сразу уточню, что точно проверял на рабочих платах, будет ли работать и распознаваться микросхема, память которой больше, чем у той, которая стояла в системной плате с завода. Всегда было это интересно на случай, когда для замены будет только такой вариант. И вот очередной вопрос для себя закрыл. Поверьте, все нормально распознается и работает. И то, что в этом конкретном случае компьютер снова не включается как нужно, то причина не в емкости памяти микросхемы, а более глобально, в материнской плате. Тут, кстати, интересная мысль посетила меня. Раз никакой несовместимости в таком случае нет, то после модификации, если вдруг, конечно, такой случай у вас произойдет, и даже в случае с уменьшенным по объему драйвером NVMe новая, уже модифицированная версия биоса будет превышать размер микросхемы, которая была установлена изначально в плату, то можно купить микросхему этой серии, но больше в объеме и без проблем записывать увеличенный по емкости получившийся вариант модифицированного биоса. Сложнее будет тому, у кого эта микросхема распаяна. Подводя итог всех действий, можно утверждать, что плата мертва. Тем более, что и блок питания я тоже на всякий случай проверил на другом компе, и он не только напряжениями не позволяет усомниться в его работоспособности, а в реальной жизни. Что делать в сложившейся ситуации? Можно, конечно, попробовать найти рабочую плату под AM3, но посмотрев цены, а также взвесив тот факт, что здесь стоит двухъядерный процессор AMD Athlon 2 X2 250 с частотой 3 ГГц, задумался. Стоит ли покупать плату БУ, которая непонятно сколько проработает, которой будет 10 с плюсом лет при этом, и если она вообще приедет рабочей? А тем более, стоит ли мне брать на себя эту ответственность, ведь очевидно, что я буду виноват в том, что материнка в этой потенциальной покупке окажется нерабочей? Думаю, что не стоит. Поэтому предложил сюда ту самую плату от Клисре с процессором i5-3475S, которые были во всплывшем только что видео в качестве подсказки. Ну а раз все равно приходится разбирать, то разобрал и блок питания, чтобы убрать пыль, а также смазать вентилятор. Как ни крути, но плата под 1155 это гораздо веселее, чем то, что здесь было. Да и процессор заметно сильнее. Кстати, во время сборки своего нового компа рассказывал, что пока я выбираю себе только Intel, так как с системными платами с сокетами для процессоров AMD у меня все время что-то случалось. Причем именно с материнками, а не с процами. И вот опять такой же случай, только не у меня. Хотя, конечно, в данном случае необходимо учесть и возраст этих комплектующих. Кто-то скажет, что платы под процессоры Intel тоже ломаются, и я даже не буду этому возражать, но в моем скромном опыте пока что подобного рода проблема ассоциируется у меня только с сокетом AMD. Поскольку на новой плате распаян разъем для питания процессора на 8 пин, то чтобы сейчас подключить питание процессора, пришлось воспользоваться переходником из двух разъемов Molex в один 8 пин для питания процессора. Такое тоже продается. Как вы понимаете, без системы охлаждения процессора не обойтись. А в отличие от всего остального, что можно было оставить от старой сборки, охлаждение оставить никак не получится. Поэтому пришлось решать вопрос по данной теме и принял решение купить Gamax 300. Термопаста на основании радиатора нанесена с завода и меня это устраивает. Ничего другого здесь мазать уже не буду. Спасибо за субтитры Алексею Дмитро! Несмотря на интегрированное видео в процессор, которое я бы предпочел, так как вообще не пользуюсь дискретным видео, возвращаю обратно видеокарту. Мне чужое не нужно, а раз она есть, то пусть ею и пользуются. Но нужно выломать заглушку, так как в старой плате видеокарта была на одну позицию ниже. Вентилятор на процессоре имеет солидный запас по зазору до оперативки. Это означает, что сюда смогут вместиться планки с радиаторами, причем даже с достаточно высокими радиаторами. Вот всегда на этом делал акцент, как на обычном деле, а по факту оказалось, что бывает такое расположение разъемов ОЗУ и достаточно большие системы охлаждения процессора, что может и не вместиться планка памяти, с чем я сам и столкнулся в своей сборке. Винду не менял, после обнаружения новых устройств все само стало работать, как обычно потребовалась лишь перезагрузка. С этим ничего необычного, но некоторые моменты озвучу. Во-первых, как и говорил, где-то два с половиной года назад здесь было обновление железа. Тогда были докуплены и установлены планка оперативной памяти SSD и винчестер. Так вот, жесткий диск Toshiba на 2 терабайта с тех пор имеет наработку более 6100 часов и более 1400 включений. Во-вторых, твердотельный накопитель, а здесь установлен TIM на 120 гигабайт, несмотря на то, что его явно не щадили, живет и здравствует. А то, что его не жалели, видно, что незаполненный остаток менее 1 гигабайта. Просто ребенок, девочка, поставила себе игрушку на 70 с плюсом гигабайт, на системный SSD емкостью 120 гигабайт. Остаточный ресурс по расчетам CrystalDiskInfo составляет 97%, а записанного трафика чуть менее 5 терабайт. И это за два с половиной года от момента покупки. Обычная среднестатистическая семья. Мне иногда пытаются возразить, типа, как может быть так мало, что по времени, что по ресурсу. Вот типа, я за такой период нарабатываю столько-то. ХЗ, что вы там делаете, если честно, но я сколько вижу компов почти везде так же, как и в сегодняшнем случае. Очевидно, что если у вас SSD за год успевает сработать 20 терабайт ресурса и работает 24 на 7, то это вы и выделяетесь из общей статистики, а не остальные. В-третьих, хочу показать, как живет i5-3475S под GAMMAX 300. Температуру самого процессора эта плата не показывает, что обнаружилось еще с ее обзора. Но по второстепенным признакам, по температурам ядер и под теплораспределительной крышкой процессора оценку сделать можно. Во всех случаях показатель температуры очень кратковременно едва касался 50 градусов, при том, что вентилятор лишь немного переваливал за 1000 оборотов в минуту из своих 1600 заявленных максимальных оборотов. А при снятии нагрузки с проца вернулся даже к менее чем минимальным 900 оборотов в минуту. И это еще и при том, что температура процессора, которая не показывается, но которая как раз и нужна, обычно заметно ниже перечисленных мною других. То есть действительно все неплохо. На самом деле, я предлагал владельцам компьютера два варианта по решению проблемы. Не только с платой Клисера на чепсете B75 и с процессором i5-3475s третьего поколения, но и современный вариант из магазина по месту. Разница была даже между комплектом плата плюс процессор солидная, около двухкратной. Но в случае покупки более современного комплекта она была бы еще и не конечной, потому что пришлось бы покупать не только более дорогой комплект, а и думать про новые планки оперативной памяти. Ведь это была бы уже DDR4, а там возможно и про новый блок питания пришлось бы подумать. Но по бюджету был выбран вариант на сокете 1155. Очевидно, если бы пришлось бы собирать с полного нуля, то от общей стоимости всего компьютера разница бы не так выделялась, что скорее всего склонило бы к покупке из магазина полного комплекта. К тому же здесь еще повлиял фактор неожиданности поломки, к ней никто не готовился и ничего нового покупать не планировал. А поэтому более дешевый вариант и победил. Компы иногда ломаются, если железо старое, а возможности починить своими силами нет, то всегда есть вопрос рентабельности ремонта. Допустим, что эту системную плату можно было бы починить в сервис центре. Сколько бы по вашему это стоило? Я думаю, что цена была бы приблизительно равна стоимости платы на разных площадках, на которых продается всякая БУ. Потому что работа тоже стоит денег. Я же, как говорится в таком случае, сделал все, что мог. Считаю, что это приемлемый вариант. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok